По сути, формальное решение – краевой закон о выборах привести в соответствии с федеральным. Но сегодня этот вопрос неожиданно стал ключевым и самым дискуссионным. Если до сегодняшнего момента то лицо, которое заполняет сборщик подписей, подписной лист, оно практически все данные вносит, избиратель только расписывается и ставит дату, сейчас для повышения достоверности избиратель будет собственноручно заполнять еще и фамилии, имя, отчество. Так, в федеральном кодексе собирается повысить достоверность подписных листов. Для регистрации кандидата теперь надо собрать не 10% подписей, а 5%. Для голосования прямо на вокзалах и других транспортных узлах одобрен сервис «Мобильный избиратель». А вот легализацию досрочного голосования приняли не все депутаты. С точки зрения оппозиции в организации досрочного голосования много неточностей. Так, по мнению некоторых депутатов, порядок и сроки проведения досрочного голосования не прописаны, хотя фактически оно уже действует. Вызываются мнения у депутатов и голосования вне помещений, как здесь, мол, по опыту прошлых лет, в ходе такого голосования фиксировали много нарушений. А также вызываются мнения голосования на дому среди причин по состоянию здоровья или иные причины. Уточнений, опять же, нет. Мы уже вчера видели, как это все проводится, когда урна стоит там, значит, на капоте автомобиля, да, никого нет, естественно, ни наблюдателя, ни членов комиссии. Сегодня вместо того, чтобы понижать социальный градус, который в обществе растет, власть закручивает гайки. Но если не будет выходить пар через свисток, снесет всю крышечку. За 34, против 14, воздержалось 9, не голосовало от боя. Решение не принято. Решение принято? Не принято. Неожиданно для зампредседателя, для самой оппозиции Мария Прусакова назвала это чудом. Хотя депутаты прекрасно понимали, что их решение ни на что не влияет, поскольку, по словам председателя избиркома края Ирины Акимовой, региональные нормы подчинены федеральным. Но позже, по просьбе депутата Александра Демина, провели переголосование, мол, сорвали все по ошибке. В итоге большинство за. За. Перед уходом на лето депутаты также утвердили закон о компенсационном озеленении. Вдвое больше насаждений теперь нужно высадить после их рубки. Расширили круг лиц, которые обязаны осуществлять компенсационное озеленение. То есть здесь и предусмотрены физические лица, юридические лица, безусловно, организации предприятия, то есть МУПы, созданные при органах местного самоуправления. Под новые санкции попадут все, кто будет вырубать деревья, начиная с июля. О наказании стоит задуматься и участникам по обращению с ТКО. Депутаты приняли закон о лишении статуса рекуператора, если в его работе найдены нарушения или угрозы здоровью. За что лишать определено, теперь правительству нужно расписать процедуру лишения. Ну а самим рекуператорам прилежно работать. Добавим парламентарии вернуться к работе в сентябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова